Павел Соболев Павел Соболев Павел Соболев Павел Соболев Павел Соболев Также видим, что более интенсивно, активно используются средства авиации против фронтовых позиций Украины, особенно так называемые планирующие бомбы, которые действительно мощное оружие уничтожает целые сегменты укреплений украинских сил обороны ВСУ. И, конечно, вот эта угроза, вектор угрозы через воздух, он очень важный и на фронте, и в общем смысле. И поэтому система повод для этого критична. Тем самым без артиллерии, без снарядов, без амуниции артиллерии тоже достаточно тяжело сдерживать наступление противника. Это все-таки в основном до сих пор являлась такой называемой войной артиллерии между двумя сторонами. И у России есть преимущества. Количественное преимущество в 3-4 раза в некоторых сегментах и в отрывках фронта даже 5-5 раз. Конечно, меньше этот пробел, чем было в начале самой войны в 1922 году. Но все-таки это серьезное преимущество. И без ответных средств и возможности уничтожать артиллерию противника, без возможности уменьшать мобильность противника и его возможности маневра на поле боя очень трудно сдерживать вот эту фронтовую всю линию. То есть действительно приходит момент, в который нужно смотреть уже как эта помощь, можно ее по крайней мере выдержать на том уровне, который мы видели. И без США, которая сейчас несколько месяцев уже ничего почти не поставляет, это становится более трудным. Много говорится о том, что если все пойдет по графику, программы обучения, то украинские военные смогут начать воевать с помощью истребителей F-16 уже в середине этого лета. Если это произойдет, насколько это будет значительным так называемым гейм-ченджером в ситуации? Можно ли ожидать, что Украина сможет намного эффективнее сдерживать наступление агрессора и сама активно уже наступать? Я очень скептически отношусь к этой концепции гейм-ченджера. В войне для каждой системы вооружений, конечно, есть свое время, когда можно применять более эффективно. Потом приходит какая-то кульминация того момента, после которой, может быть, из-за каких-то сдвижений в развитии в войне они становятся менее релевантными. Украинцы уже стали откровенно говорить, что сейчас, наверное, F-16 не такие важные. Но я бы сказал так. Во-первых, не надо завышать ожиданий. Получат летом где-то 12 штук F-16. Это уже по самому количеству не является гейм-ченджером. Очень многое зависит от того, какое будет вооружение, оснащение этих самолетов, радары, ракеты, воздух-воздух, воздух-земля. Будут ли поставляться тоже какие-то муниции для того, чтобы атаковать надземные позиции противника, системы ПВО противника. То есть очень много факторов. Даже мастерство этих пилотов, которые сейчас обучались. Какой будет эффект тогда? Может быть, в основном, надеюсь, что будет ограничена возможность маневров, возможность действий ВВС России во фронтовой линии. Чтобы меньше было угрозы этих ударов, которые они наносят планирующими бомбами. И также есть польза F-16 как платформа ПВО, особенно против низколетающих крылатых ракеток, как «Калибр», например. То есть какой-то эффект будет, но я бы не завышал ожидания. Очень многое будет зависеть от того, что в этом пакете. Оснащение, логистики и так далее. И как быстро может действительно количество, не только качество, быть достигнуто, чтобы тоже компенсировать эти потери, которые у ВВС Украины были. И добавить еще конкретные цифры платформ, которые можно использовать уже в более комплексе этих операций, в стратегии Украины. Как и стратегической обороны, так и контрнаступления. Всегда это надо смотреть как часть какой-то более широкой, более обширной стратегии и системы взаимодействующихся платформ и систем вооружения. Сами по себе у них будет очень ограниченный эффект. Все обращают внимание на то, что Украине все лучше и лучше удаются атаки уже в глубине российской территории на российские военно-промышленные объекты, на нефтеперерабатывающие предприятия. Говорится о том, что Украина достигает больших успехов в разработке дронов, что у них теперь есть дроны, которые могут пролетать 3000 километров, нести много взрывчатки. В то же время говорится, что даже современную войну нельзя выиграть только дронами, но все-таки может ли вот этот резкий такой прогресс в дроновом оснащении Украины привести к большому тоже такому значительному изменению в войне? Можно ли представить, что скоро украинские дроны начнут поражать в России такие цели, о которых вот что их можно уничтожить, мы даже не могли подумать? Сейчас дроны играют как стратегически, так и тактически роль компенсатора, компенсатора нехватки амуниции на поле боя, особенно снарядов, артиллерии, компенсатора нехватки или ограничения на использование западного оружия на территории России. США и другие страны очень чувствительно смотрели на этот вопрос и не хотели, предупреждали Украину против того, чтобы использовать западное вооружение, и, конечно, Украина сейчас компенсирует это средствами своего производства. И мы видим прогресс, видели прогресс в море использование дронов по существу. Самые крупные, самые важные корабли Черноморского флота сейчас были, Украина загнала их в Новороссийск, и пользы от них сейчас мало. Украина может использовать морские пути для экспорта, например, зерна. И видим это тоже даже на земле. Тактически дроны развиваются, так называемые дроны-камикадзе для атак на поле боя. И это, видимо, на воздухе, где говорим про дроны дальнего действия. Даже сейчас уже видели атаки против объектов целей в Татарстане, 1300 километров где-то от границы Украины. И это будет продолжаться, это будет расширяться. Украина нащупала очень такую чувствительную точку в системе оснащения и логистики России. Это нефтяные продукты. И, конечно, нефтеперебратующие заводы, у них есть очень конкретная уязримость, где если ее поразить, то восстановить можно, поскольку занимает очень много времени, чтобы произвести это новое оборудование, новое занимает время. То есть они сейчас ведут такую стратегическую кампанию, которая действительно уже напрягает. И напрягает не только Москву, напрягает даже и Вашингтона. И я думаю, что это правильно, стратегическая логика очень хорошая в этом. Но опять же вопрос, насколько Украина может расширить эту кампанию. Потому что сейчас около 12-14% производства переработки нефти сократилось в России. Но чтобы расширить не только за пределами нефтеперебратующих секторов, а смотреть другие военные цели, особенно, например, авиабазы со стратегической авиацией, которая наносит удар по Украине. Но нужно намного расширить производство этих дронов и более интенсивно их использовать. Я думаю, что, конечно, для России это создает тоже некоторые дилеммы. Например, ПВО. У России ограниченные средства. Дилеммы возникают. Их дистанцировать по линии фронта, чтобы защищать от ударов Украины. Или сейчас передассоцировать к нефтепереребратующим заводам, терминалам, разным авиабазам и так далее. То есть опять это создает такое напряжение. И это очень похвально со стороны Украины, то, что они делают. Но масштаб это надо расширять. Все чаще говорится о том, что после того, как Владимир Путин был переизбран или переназначен на пост президента России, что сейчас снова возникнет в российском обществе, актуализируется тема мобилизации. Британская разведка, например, сообщает о том, что по сравнению с февралем, марте, количество российских атак в Украине снизилось более чем на 10%. Кто-то говорит о том, что и у России большие проблемы с введением войны, что скоро и неким будет воевать. Как вы считаете, неизбежна ли новая мобилизация в России? Или есть все-таки опасность какого-то роста протестных настроений в России в том случае, если наберут новых мобилизованных, а те, кто были мобилизованы раньше, домой не вернутся? А ведь так, скорее всего, и произойдет. Я думаю, это все-таки функция двух составляющих. Одна политическая, внутриполитическая составляющая, как оценивает режим вероятность каких-то напряжений, протестов и так далее, с одной стороны, с другой стороны, как оценивает свою позицию, свой потенциал на фронте, в поле боя, в войне. И что будет важнее в этой калкуляции. Сейчас мы видим, что действительно наступательный потенциал очень ограниченный. Ведется постоянно такая скрытая мобилизация, чтобы компенсировать эти потери в войне. Режим все-таки может мобилизировать где-то такими средствами и рекрутировать около 40 тысяч в месяц. Это примерно такие же цифры, потери, которые несут в Украине. То есть расширять этот потенциал наступательный у них мало возможностей, без каких-то радикальных шагов, как широкая мобилизация. Даже в таком случае все-таки такие проблемы, как критическая нехватка офицеров, командиров, она не будет решена, по крайней мере, в кратчайших сроках. Но тем же самым, как и эстонская разведка внешне оценивает, все-таки Россия при даже нижнем темпе скрытой мобилизации все-таки генерирует новые подразделения, восстанавливает старые, которые потерпели какие-то потери в Украине. И еще умеет, и у ее есть возможность сохранять вот этот нажим на разные точки фронта и пытаться развивать наступление. Но каких-то больших оперативных или стратегических прорывов пока что ждать, наверное, без более серьезной мобилизации нельзя и не надо. И опасаться этого. А тем самым для внутренней вот такой вот составляющей, опять же, эксперты говорят, что пока это не затронет в большом объеме населения Москвы и Санкт-Петербурга, то режима достаточно много свободы, чтобы пытаться мобилизировать дополнительные людские ресурсы для этой войны. Президент Франции Макрон так окончательно не отказывается от своих слов о возможности направления западных войск на территорию Украины. В то же самое время министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон сказал, что этого не произойдет. И в то же время сказал, что если Украине сейчас не помочь, то Украина эту войну проиграет. По его словам, во время своего визита скоро в Вашингтон, он будет убеждать американских партнеров, чтобы Конгресс принял решение о пакете новой помощи для Украины. Если США не пойдет навстречу вот этим пожеланиям, как вы считаете, может ли Франция, вся Европа оказать необходимую помощь для Украины своими силами, помочь Украине хотя бы, если не выиграть войну в ближайшие месяцы, то хотя бы не проиграть ее? Для этого предпосылки есть. Конечно, несколько месяцев сейчас, которые весной, летом, осенью, они покажут, насколько серьезно Европа может компенсировать это. Финансовые ресурсы для этого есть. Вопрос только, конечно, инновативности и инициативы, и показывая инициативы. Чехи показали, и Эстония показывает, что действительно, если желать, то можно найти дополнительные ресурсы даже вне Европейском Союзе. Пока Европейский Союз наращивает производство амуниции, объемы обороны промышленности, что в это время можно найти какие-то решения, которые временные. Но эти решения пришли через бюрократов Евросоюза, которые сконцентрированы на другие вещи. И те миллионы этих снарядов, которые обещал Европейский Союз год назад, до сих пор в полном объеме не поставлены. То есть не хватает немножко такой гибкости и инициативы. Некоторые страны тоже ведут себя немножко странно. Та же самая Франция часто препятствует тому, что используют Европейский фонд, европейские деньги для закупки вооружения, амуниции за пределами Европейского Союза. Хотят направлять эти деньги в оборонную промышленность Европейского Союза, и особенно Франции. И сопроводительница этому. Германия часто такое чувство, что у них больше заботчинность дефицитом бюджета, чем состояние Украины и перспективами в этой войне. Даже та же самая Великобритания, если посмотреть таблицу помощи по проценту ВВП, который выделяется от Института экономики Килля, то Великобритания не является среди лидеров поставки помощи Украине. То есть можно действительно делать больше, если есть желание. И такой пример, если мы говорим о европейском пакете, о котором договорились, 50 миллиардов на 4 года, если поделить на 4, это является достаточно такая маленькая сумма. И тем самым принимается решение помогать Египту по объему 7,5 миллиарда евро. То есть вопрос возникает, где приоритеты? И почему эта оборонная промышленность, которую мы хотим развивать, объемы, которые хотим повышать, не накручивает эти объемы так быстро? Почему она не получает заказов? В некоторых случаях, как сейчас объявлялось, что ракеты Таурус, которые хотят, чтобы Украине передали Германию, их производство было вообще приостановлено, потому что новых заказов от правительства Германии нет. То есть вопрос, где это политическая воля, и как эту политическую волю превратить в конкретные процессы и результаты. Потому что результаты и самое главное здесь. Наверное, последний вопрос, который я хочу вам сегодня задать, он такой состоит как бы из двух частей. Он связан с президентскими выборами в США, которые состоятся в конце этого года. Во-первых, хочу спросить, у вас существует ли, скажем, является ли наивной и упрощенной то представление, о котором сейчас часто говорится, что если победит на выборах Дональд Трамп, то это катастрофа для Украины, а если победит Джо Байден, то он освободится от этого необходимости работать на результат и снова станет помогать Украине безо всякой, скажем, там оглядки на полную мощь, как он это в какой-то степени уже делал. Так ли это или упрощенная эта картина или справедливая? И второй вопрос, можно ли рассчитывать, что еще не при втором вот этом гипотетическом сроке Джо Байдена, а вот про том первом, который еще вот сейчас продолжается, США все-таки вот найдут какие-то возможности, ресурсы для того, чтобы преодолеют вот это напряжение внутри политическое в Конгрессе и снова станут лидером по оказанию помощи Украине среди западных союзников Киева? Отвечая на первый вопрос, проблема не только Трамп. У Трампа, конечно, есть своя визия, как проблему решить, заставляя Украину идти на переговоры, например. То есть угроза очень ясная, что и риск, что Украина не будет такой помощи при президенте Трампе. Это очень серьезный риск. Но, с другой стороны, у Байдена проблема не только политическая. У Байдена есть проблема в стратегическом мышлении и в этих красных линиях, что вот страх этой ядерной войны, эскалации и так далее, что заставляет их администрацию заниматься так называемым менеджментом эскалации, который приводит к таким вещам, как очень маленькое количество очень конкретных типов вооружения поставка, медленная поставка, какой-то прессинг на Украину, на других союзников, чтобы не эскалировать. И этот страх не уйдет. Он останется и при Байдене втором. Политическая проблема уйдет, наверное, в какой-то части, потому что выборы Конгресса тоже будут происходить. И вопрос, какая будет композиция обоих палат Конгресса. Но этот стратегический страх против эскалации, который очень хорошо эксплуатирует режим Путина, он все-таки останется. И я не думаю, что мы увидим такого очень смелого энергии Байдена, как свежего, как Макрон после своих заявлений новых. Станет ли опять поставлять в таких объемах, как было уже до выборов, это еще под вопросом. Есть слухи о каких-то сделках со спикером Джонсоном, который хочет сейчас, конечно, остаться в посту. И сейчас есть угроза, что он потеряет свой пост председателя Нижней палаты. Но я думаю, все-таки Трамп дернет этот поводок опять. И уже видно, что сигналы появляются, что опять пытаются как-то отложить это голосование, которое было пообещано в апреле. И игра продолжается. Но я думаю, здесь в основном есть две проблемы. Политическая, что обе стороны не хотят дать другое какое-то преимущество или какие-то аргументы, что они чего-то достигли в этой войне, помогая Украине. И, во-вторых, конечно, вопрос не только политический с этой точки зрения, но вообще, что сейчас экстремистские крыла у обоих партий держат американскую внешнюю политику таким заложником, которому администрации очень мало пространства для маневра. И это политический такой расклад, дисфункция, она тоже не исчезнет, по крайней мере, до выборов. Я напомню, что в нашей сегодняшней передаче мы говорили о вероятных изменениях в ходе войны в Украине в ближайшие месяцы, о том, как могут повлиять на нее факторы украинской дроновой активности, поставок истребителей F-16, мобилизации в России, а также фактор выборов президента США в конце этого года. Также я напомню, что гостем нашей сегодняшней передачи был руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермолавичус. Томас, большое спасибо за то, что у вас нашлось время для этой беседы. Спасибо вам. С вами был Павел Соболев. Смотрите нас на портале РУСПОСТИМЕСЕЕ. РУСПОСТИМЕСЕ. РУСПОСТИМЕСЕ.